Всем привет! У нас начало зимы, вот по-моему уже в ближайшее время солнечная погода в Сочи. Мы сейчас находимся на улице Фундучная, это Багушевка, довольно-таки близко к центру расположен, если говорить там до курортного проспекта, буквально за 10 минут можно доехать по шикарной асфальтированной дороге. Автобус ходит, все необходимое для жизни есть. Здесь у нас находятся два домика, по 4 сотки под каждым домом, дома по 150 квадратов. Тоже выполнены в современном стиле, похоже внешне оно в принципе и видно, вот по моим объектам. Монолитные дома на сваях, подпорные стены выполнены, заборы выполнены, брусчатка, перила с нержавейки, также произведено утепление, на каждый дом у нас идет по 15 киловатт электроэнергии, по 3 фазы. Скважина одна на два дома, лосы закопанные на сертифицированные, септики на проживание до 5 человек. Значит, что здесь можно сказать? Газовая труба, вот видите, проходит непосредственно вблизи участка, в нее можно врезаться. Вот если мы говорим про этот дом, здесь фишка в чем? В том, что человек, который купит этот дом, ему автоматически отойдет вот здесь 2-3 сотки до газовой трубы, которой фактически никто ничем не пользовался. Раньше планировали сделать заезд параллельный по улице, но соседи все категорически против, чтобы здесь был проезд. Все соседи отрезали себе кусочек? Ну, никто особо, да? Нет, там улица идет до туда, но они дальше не хотят, чтобы дорога шла, чтобы была проездная. Короче, ты предлагаешь по-сочински прихватизировать? Здесь абсолютно это само собой предусматривается, поскольку никому это не нужно, это не муниципально. Ну, по крайней мере, давайте так, господа, чтобы было понимание, посадить обычный, кстати, всем привет, семья, это Сучья Красноярская, посадить здесь обычный сад, да, какие-то плодовые деревья, нет проблем, никаких капитальных конструкций, никаких бани, ничего, но, в принципе, ну, никто к вам сюда не придет и скажет, что здесь сделать. То есть это все так вот и останется вот так вот с травой, если вы не будете за этим, собственно говоря, ухаживать. Да, и тем более уже подпорная стена, вот мы ее видим, она там сделана, то есть загоняется экскаватор, планируется, если надо, мы это тоже можем сделать. Распланировали участок, ничего строить нельзя, а посадить деревья, какой-то огородик, безусловно, можно. И та же самая история в конце этого участка, то есть здесь четыре сотки, но фактически получится соток по шесть. Да. Вот. Дорога, там идет асфальт возле автобусной остановки, далее идет у нас бетонка. Да, вот она, абсолютно адекватная дорога для Сочи, просто нет проблем. Как вы догадались, да, я скажу пару слов, чтобы было понимание, а то мы так начали. Как вы догадались, господа, мы приехали на очередные объекты, которые у нас строит Роман, и поэтому это тоже инвесторские объекты, это два дома, которые продаются. Каждый, еще раз говорю, по участку, Рома уже озвучил, четыре сотки по 150 квадратных метров. Цена на сегодняшний день в черновом варианте дом 23 миллиона рублей, с предчастовым ремонтом дом 24 миллиона рублей. Мы же можем, естественно, вам предложить эти дома к покупке, и мы же можем вам предложить построить аналогичные такие же дома, господа, посчитайте, по, соответственно, 60 тысяч за метр квадратная стройка. Вот все, что вы видите, будет ровным счетом и у вас на участке. То есть такой дом вам обойдется гораздо дешевле, если мы будем вам его строить с чистого листа. С чистого листа? Но кто-то, может, и хочет, уже готовый. Я не сказал, что еще, помимо того, что вот готовые дома, то есть, во-первых, человек может приехать посмотреть, все мои дома объехать, что построены в ближайшее время, как они сделаны, посмотреть, что-то нравится, что-то не нравится в этом доме, что-то свое внести, либо по новому проекту, тоже проекты делаем. Плюс еще есть у нас участки и с разрешением, и уже которые выкуплены, проверены, и с разрешениями на строительство, и без разрешения на строительство. Здесь же на Багушевке есть хороший участок с шикарнейшим видом на горы, на Пластунке, на улице Джапаридзе два участка, уже выполнены подпорные стены, получено разрешение на строительство. На готовых продать? Уже нет, продавать их никто не хочет. Они уже все подготовлены, уже усилия... Нужны инвесторы для того, чтобы построить и продать? Либо нет, либо человек хочет строить на этом участке, то есть он покупает участок, и мы им устроим непосредственно дом. Да, по его проекту, да. Почему, объясню. Потому что уже выполнены все сложные работы, касаемо выравнивания участка, стены подпорные залиты, также проведено электричество по 15 кВт, забурены, уже скважина забурена, функционирует. То есть уже много работ сделано, соответственно, никто их не хочет продавать. Хотите, пожалуйста, построим. Везде все обговаривается. Здесь у нас что, к этим домам с разрешения я уже как бы начнем. Здесь у нас выполнена въездная группа, уже вот брусчатка. Тоже дома в стадии окончания предчастовой отделки. Заканчиваем штукатурку и переходим к теплым полам, мы это все увидим. Именно по участку сейчас как бы здесь все в стадии стройки, чуть-чуть не убрано. А 4 сотки здесь что еще будет выполняться? Засыпка участков черноземом и посадка непосредственно газон будет выполняться. То есть сейчас мы закончим, порядок набираем, наводим и дальше уже занимаемся, что называется, озеленением. Так, а может это место не будем трогать? В бассейне же, нет? Или там есть, знаете, что? Можно здесь лучше сделать, здесь бассейн. Можно там, ну, здесь я бы здесь. Давай по участку немножко все равно погуляемся. По участку, да, еще ничего не сделано, просто сделано, просто замощение брусчаткой сделано, пока остальные работы не производились. Ты пока идешь, рассказывай, как мы делаем фасад, как утепляем все тепло. По фасаду у нас, как и все дома, выполнены с керамзитоблока, далее идет утепление каменной ваты плотностью 125-150. Почему каменная вата? Почему не используем пенопласт, пеноплекс? Потому что, если сделать этими материалами, дом фактически перестает дышать. И потом заводится грибок, плесень и так далее. Только каменная вата, это материал, который себя прекрасно ведет в нашем климате. И пятерка, на самом деле, при блоке, 19-20 блоке, пятерка более чем за глаза хватает. Да, ну вот, фактически зима, мы 18-20 градусов и так далее. Это мы с ним утеплились, ребят. Да. Я так вообще, посмотрите, в курточку одел, люди так не ходят здесь. Люди так не ходят, да. Дальше что? Мы производим приклейку этой ваты, далее крепеж этой ваты дополнительно идет грибками с термоголовкой, обязательно с термоголовкой, чтобы потом не было на фасаде каких-то пятен, кругов и так далее. Это чуть дороже, но это дает свои результаты. Вот фасад, ничего на нем нет. Да, да, да. Дальше получается, делаем гидроизоляцию, сетку обязательно делаем дорогую, потому что при выполнении фасада некачественной сеткой, дешевой, потом происходят трещины и так далее, фасад трескается, плохо себя ведет. Именно дорогая, хорошая, качественная сетка используется, белая. Дальше мы производим поверх сетки еще раз гидроизоляцию клеем, потом это все дело подсыхает и делается непосредственно сам караэт. Караэт выполняется, вот в данном случае он выполнен дождик, и если посмотреть под балконами, ну посмотрим здесь это самое, там уже в виде барашка выполняется, но обычно как-то можно за счет структуры как-то подчеркнуть какие-то элементы. Дальше получается краситься это все качественной французской краской, которая не выгорает, прекрасно себя ведет, не боится влаги, не темнеет, ничего. То есть этот фасад, допустим, если чем-то выпачкали, керхером подошел, вот мы когда полностью закончим здесь работы, дальше мы фасад просто проходим керхером, все прекрасно это смывается, отлетает и так далее. Дальше фасад делаются вставки из керамогранита. Самый надежный материал, не боится ни влаги, ни воды, ничего. Качественный керамогранит выполняется, затирается и стоит сколько угодно, вопросов никаких нет. Дальше по брусчатке. Брусчатка у нас выполняется, если въездная группа толщина 60, если просто дорожки толщина 4 идет. 40. 40, да. Соответственно, поребрик выполняется и дренажные работы тоже здесь часть выполнена, часть будет делаться еще. То есть главное увести всю воду от дома, чтобы не было во дворе ни болота, ни воды, ничего. А непосредственно сами ливневки у нас сделаны отдельно в трубы, заведены, чтобы вся эта вода именно с крыши, вот здесь она еще не доделана, но заложена уже, она уйдет непосредственно вниз, ну не самый лучший вариант, вот там, наверное, лучше снять. Вот она вся ушла и уходит вниз. А, ну тут предостаточно места, слушай, у нас скважина, да? Каждый дом своя, да? Нет, скважина идет на 2 дома, мы везде делаем. Если до 4 домов, достаточно одной скважины. Вот, здесь можно поставить какую-то летнюю кухню, беседку, либо саду тоже. У тебя есть статистика, сколько она дает в сутки, примерно? Примерно выдает, я сейчас уже не помню, но мы считали, что вот именно здесь про скважину мы говорим. Везде по-разному, наверное, да? Везде по-разному, в зависимости от времени года. Сколько дому надо в сутки? Ну, 4 семьи, ну как ты думаешь? 4 семьи она спокойно обеспечит, то есть ничего, все, что нужно, когда скважину делают по правильной схеме, это должна быть все равно накопительная емкость, небольшая, но должно быть. Для чего? Если каждый, допустим, человек подошел, дома помыл чашку, вымыл руки, скважина должна запуститься, и насос срабатывает. И вот каждый, представь это без остановки, допустим, в 3-4 домах, она включается, выключается, то есть быстро насос приходит в непригодность. А здесь что еще должно быть доделаться? Сама эта система, хотя бы грубой очистки, и дальше обязательно будет накопительная емкость, которая набирает себе воды, и вот на мелкие вот эти моменты, которые я сказал по использованию воды, она реагировать не будет. То есть емкость ушла на большую часть, опять включился насос, эту емкость накачал. Ну, полтора-два куба, да? Полтора-два куба, да. Вот то, что говорит, сразу скажу, что касается вот септиков. По септиков, да, мы как-то про них мало говорим. Септики мы устанавливаем сертифицированные, вот те кольца переливные, которые раньше были, которые с узашным запахом и так далее, мы их нигде не используем. И сам водоканал, если человек подключит, допустим, центральную воду, сам водоканал потом может не принять вот эти бетонные кольца. Поэтому мы устанавливаем пластиковые септики, лосы, которые работают с электричеством, к ним подведено электричество и работают на основе бактерий. То есть раз в три месяца смывается в унитаз маленький тюбик бактерий, и человек это пользуется. Самое главное, что это сделать правильный монтаж этих септиков, лосов. Почему многие этого не делают и потом запах имеют, получают на ближайшей территории. Обязательно должна быть труба, которая заходит в септик. Она дальше должна пройти по дому и выйти обязательно на крышу. Чтобы, во-первых, бактерии, которые живут в септике, получали кислород, свежий воздух и могли жить и функционировать. И чтобы все запахи посторонние септика уходили не на ближайшую территорию, а уходили наверх на крышу. Вот при правильном монтаже септик будет работать без проблем и так далее. Раз в три-четыре месяца приехала машина, тысячу или две тысячи рублей стоит. Это уже договор заключается, вам не нужно никуда не звонить, ничего. Она приехала, откачала септик и уехала. Вас это не касается. Если говорить дороже, дешевле, чем центральная канализация, однозначно скажу, что дешевле. Дорогая вода в Сочи центральная и канализация центральная. То есть, допустим, если у вас центральная канализация, вы на 2-3 тысячи платите за воду и то же самое количество, один в один получается, платите за канализацию. Непосредственно свой септик и своя вода по итогу выйдут гораздо дешевле. И вы будете застрахованы от того, что где-то что-то сломалось, где-то что-то не работает. У вас все свое независимое всегда. Ты, кстати, поднял тему, которую мы никогда не поднимали на нашем канале. Вот реально никогда. Я хочу сказать, дорогие друзья, вы прекрасно знаете, что у меня свой дом. У меня точно такой же септик, локальное-честное сооружение. И действительно, раз в 2 месяца, в 3 месяца мы высыпаем за 100 рублей пакетик бактерий. Там они есть разные. Есть за 100 рублей, есть за 700 рублей. Высыпаем пакетик бактерий. Ставится автоматик вот туда. Допустим, в септике бывает разного вида. Насос, который насыщает кислородом, бывает разного вида. У меня вообще молотил постоянно. Но вот сейчас приехали. У меня 2 года септику. Наконец-таки у меня перегорел насос. Приехали сегодня специалисты. И Рома там еще говорит, мы будем снимать или нет? Я говорю, Рома, подожди, у меня тут септик сломался. Представляете, септик сломался? Для меня это, естественно, катастрофа. Приехали ребята, поставили новый насос. И сказали, дружище, а где автоматика? Я говорю, слушай, у меня нет автоматики. Он должен отдыхать. Поставили мне автоматику, поставили мне новый насос. Взяли с меня 8 тысяч рублей. Дали мне гарантию. И сказали, все, на связи. Через 2 года, как перегорит, мы еще раз подъедем. Что касается скважины, то вот у меня своя, собственно, скважина на свой дом. Я точно знаю, что многие поселки делают на 6 домов, на 4 дома легко делают. И понимаете, насос это дорогое удовольствие. Стоит сейчас, я не знаю. Но разные насосы бывают. Может быть, 8, может быть, 100. Может быть, разные. Разные насосы производители. И поэтому, конечно же, когда у вас на 4 дома есть скважина, понимаете, которая не будет заиливаться, потому что вы там будете расходовать по 5 кубов. Ну, сколько надо в дому воды? Ну, по нормам вообще идет. По нормам водоканал дает 1 куб на квартиру либо на дом. Мы расходуем больше, господа. Да. И придет время, поверьте, когда эти моменты начнут все учитывать. 100%. И уже сейчас... Воздух будет за деньги? Сейчас пока, нет. Сейчас только они борются, если какое-то коммерческое использование. Кафе, ресторан. У него выделен куб воды, а он использует 30 кубов воды в день. Соответственно, обрезают какие-то, меры принимают и так далее. Здесь, пожалуйста, воду лейте. Она будет копеечная от скважины. Абсолютно. И чем больше вы ее льете, тем она будет. То есть это не проблема? Нет, это не проблема. Проблема есть места в Сочи, допустим... Где нет воды. Где нет воды. Это Лысая гора. Это Соболевка. Там нет воды вообще. Там бурили скважину, я знаю, 80 метров. Но воды так и не было. Если есть вода, это прекрасно. Будет возможность подключить желание центральную воду. Вы всегда ее подключите. Но, тем не менее, дальше продолжите пользоваться скважиной для полива. Для каких-то там двор помыть, машину помыть. Она лишняя не будет, эта скважина. Это всегда альтернатива центральной воде. По канализации, да, безусловно, хорошо, когда есть центральная канализация. Да, это дороже и так далее. Но в Сочи, к сожалению, центральная канализация это исключительно... 5% 5% да. А в частном секторе ее вообще практически нигде нету. А слава богу, что борются вот с этими кольцами, с этими старыми септиками. Что вводят, именно заставляют делать вот эти лосы сертифицированные. Потому что фактически из него выходит вода без запаха. Да, с большим содержанием бактерий, но она без запаха. То есть вниз идет уже очищенная вода. Ну реально, она не воняет, честно. Она ничем не воняет. Если правильно эксплуатировать, она не воняет. Нам надо с тобой чайные церемонии где-то устраивать, понимаешь. И разные социальные темы поднимать. Так, поехали. Ну вы что приехали? Да, это мы отвлеклись. Слушай, это интересные очень вопросы. Нам нужно с тобой обязательно эти вопросы понимать. Где бы на это время найти? Вот здесь он хотел, чтобы я показал. Вот он идет водосточка. Обратите внимание. Вон по желобам. У нас односкатная крыша. Почему у нас односкатная крыша, Рома? Потому что это гораздо лучше. И она лучше в плане того, что за ней не нужно ухаживать. Чем эксплуатируемая кровля? Чем эксплуатируемая кровля? Эксплуатируемая кровля фактически с четырех сторон закрыта. И оставляют одну, в лучшем случае две воронки. Которые после того, как попадет листва, естественно, они забиваются. Постоянно нужно залазить на крышу. Постоянно нужно им чистить. Если нет, то у вас вместо эксплуатируемой кровли получается на крыше бассейн. А если человек где-то в другом городе живет или часто уезжает, то кого-то нужно просить ее чистить. Таких проблем с односкатной кровлей нет. И мы ее используем. Тоже можно сейчас сверху мы зайдем. Будет видно. Она получается выполнена у нас из металлопрофиля. Сколько этот лист прослужит? Ну, я думаю, 10-20 лет прослужит. То есть кровля, которая выполняется рубероидом, в лучшем случае 5-6 лет, и нужно будет делать ременок. Никуда от этого не уйдешь. Поэтому мы как бы и выбрали... Рекомендуем. Можем сделать любую. Любую, безусловно. И шале делаем, и в классическом стиле крыши, и мягкие. Но именно для столь любимой в Сочи хай-тек односкатная кровля, мы уже все перепробовали, уже не первый год работаем. Но пришли к выводу, что самое надежное это односкатная профильная кровля. Ну, в общем, такой у нас здесь участочек. Можно и тут бассейн, можно и здесь. Ну, по участку, да, работы еще все предстоят делать. Эта же брусчаточка у нас вокруг дома служит же отмосточкой. Она и есть. Отмостка, да, обойти. То есть водичка уходит. Здесь дальше будет еще сделано дренаж, да? Там уже дренаж сделан. У нас осталось вот здесь дренажную систему до конца доделать. Вот выбрать весь, собрать мусор, щебень. И дальше мы уже засыпаем это все черноземом. Отдельная песня «Чернозем в Сочи». Настолько дорогое удовольствие. Расскажи. А я расскажу, что маленькая машинка стоит чернозема без доставки 15 тысяч. Маленькая. Ее привезли, там смотреть нечего. Грубо говоря, распределили. Я родом из Курской области. Мы камазами этот чернозем вывозили в посадку и не знали, куда его деть, поскольку он только для клумб, что называется, и для выращивания растений нужен. А здесь за огромные деньги покупаем, привозим, распределяем, перекапываем. Ну, нужно делать. И дальше уже все это дело газонной травой засаживаем. И уже получается у человека хороший газон. Дальше можно либо это перекопать, посадить какие-то овощные культуры, либо просто посадить сад. И у нас фактически, вот да, участки небольшие, но 4 сотки достаточно для того, чтобы была стоянка для машины, для того, чтобы вокруг дома фактически вот в основном по 3 метра получается, ну, и больше от 3 метров, скажем так. Чтобы посадить 15 деревьев, чтобы какую-то тепличку поставить, бассейн закопать. Ну, достаточно этого всего. В огромных количествах картошку не получится выращивать, ну, для жизни. Здесь у инвестора не было установки газ подключения? Нет, у нас не было нигде. Значит, идет в таком варианте, но у нас везде по участкам предусмотрено, что газ есть. Мы когда участки выбирали, исходили из того, что у нас нету нигде там до газа километр, два, три или там будет где-то далеко. То есть везде есть техническая возможность? Везде есть техническая возможность. Везде на все объекты у нас написано заявление, и они рассматриваются, и сейчас по этой федеральной программе он будет доходить до участка. Чтобы не переплачивать, да, по 500 тысяч или поскольку там. Да. Так, ну, блин, здесь пока некрасиво, я не знаю. Вы здесь еще силовой кабель не заводили? Здесь еще ничего не заводили. Здесь что сделано? Здесь сделана разводка первоначальной электрики, еще подрозетники не установлены. Вот этот дом как бы на другой стадии отделки, здесь он поштукатурен. По штукатурен у нас остались только откосы выполнить. Давай еще расскажем про цены, господа. 10 тысяч за метр квадратный вместе с материалами, это при чистовой ремонт в доме, ну, объемом, вот, допустим, там дом, пускай будет там, ну, 100 квадратных метров, да. Квартиры тоже в индивидуальном порядке обсуждаем, 15 тысяч за метр квадратный, та же самая история. Доставка, разгрузка, все работы, уборка мусора, под ключ, предчистовой ремонт. Если мы заходим на чистовой, а как правило мы заходим на чистовой после этого, 8 тысяч рублей за квадратный метр. Если вы не хотите, конечно, какую-то там лепнину, мозаику, это как бы будет отражаем до 9 тысяч. Ну, все решаемо. С мета, договор, поэтапная оплата. И, соответственно, здесь осталось, Ром, откосы, да, сделать? Здесь осталось откосы делать. Дальше мы заходим на, раскидываем теплые полы. Я пришлю, у меня есть видео, где эти полы как у нас раскидываются. Вот, то есть по всему дому раскидываем теплый пол, на каждое помещение по два контура. Дальше они сводятся на каждом этаже в отдельное место, где уже можно регулировать насосы. Ну, коллектор, я нахожусь, да? Да, коллекторная система. И это все есть, все видно. Соответственно, мы делаем разводку, завод, во-первых, в дом, непосредственно электричество, воды. То есть человек зайдет уже и сможет включить кран, будет вода, что называется, включить выключатели, будет свет. Вот. Все это дело разведено везде. Вот эта зона у нас предусматривает зону кухни. Дальше будут еще здесь мокрые точки, да, выводиться? Да, дальше мокрые точки, канализация, все-все выводится. То есть человеку, грубо говоря, останется по стенам только наклеить обои, либо выбрать краску. По полу уже теплый пол все сделан, определиться, он хочет кафель, либо ламинат, да, соответственно, определить. По потолку тоже уже все остается, только определиться с потолком. Либо это гипсокартон, одна уровня, двухуровневый, либо непосредственно натяжной потолок. И так, и так. То есть это фактически у нас получается полуфабрикат, а дальше человек выбирает сам, как ему нравится, что он хочет и так далее. Вот что касается этого дома, именно вот первого этажа, у нас здесь предусмотрено, мокрые точки будут и зона кухни вот здесь. То есть дальше мы сейчас выравниваем все это. Да, мы можем это сразу заложить, но это не будет неправильно. Мы сначала штукатурим, а дальше начинаем уже штробить все эти мокрые точки, чтобы у нас все... А кто-то делает наоборот? Ну, кто-то и делает наоборот. Это неправильно. Правильно так. Почему правильно так? Потому что, допустим, сделал, заложил, заложил мокрые точки, выходит водорозетка. Водорозетка должна выйти, все на одном уровне должны выйти, и она должна быть в районе стене, вдруг у человека неровная стена или что-то где-то не соответствует. Вот мы так заштукатурили, продолбили, выставили водорозетки, потом это обратно заштукатурили, и потом уже шпаклюем. И мы будем точно знать, что у нас все четко, все соответствует, все выведено. Вот преимущество этой стены, допустим, мы ее сделали здесь. Если человек захочет и скажет, ребят, я хочу кухню вот там сделать, а здесь не оставьте кухню-гостиную, мне еще одна спальня или кабинет не нужны. Мы можем всю вот эту систему уже даже после того, как мы закончим ремонт, перекинуть на ту сторону. Да, определенные работы, ну, основное уже все сделано, все заведено, это можно сделать. И, соответственно, вот оставляем тоже место для шкафа. Шкаф купе может быть сделан. И также у нас получается, вот здесь вот как раз идет, под маяки у нас идет штукатурка, вот она уже серого цвета, ее видно, это у нас уже цементная штукатурка. Тоже под маяки, тоже все выгоняется, выводится. Вот здесь тоже предусмотрена душевая, стиральная машинка, умывальник, унитаз, вот, все это можно разместить, также окно предусмотрено. Да, кстати, в предыдущем ролике, кто не видел, посмотрите, это аналогичный санузел под личным пространством, сделан уже со всеми мокрыми точками, там унитаз, и сушилка, и стиралка, и раковина, так сказать, и душевая, все выведено, тоже интересно, посмотрите, как это уже выделили там. Да, здесь что у нас, здесь у нас вот тоже, ну, здоровое прям пространство получилось. Ну, тещина, тещина. Тещина, пусть будет комната, да. Ну, тещину на первый этаж отправляем. Либо гости приехали, засиделись, оставили их кучу. Ну, вот, да, как ты сказал, это, значит, не черновой, как ты сказал, подготовительный, до шпаклевки, до окончания. Ну, вот, подготовительный у нас что идет? Подготовительный, я называю это, все стены должны, маячку должны быть выполнены, обязательно, вот они у нас выходят, мы делаем хорошие, качественные, именно уголки, ну, это надо будет найти, сейчас я увижу, я покажу. Дальше обязательно проходим грунтовкой, обязательно, чтобы это все хорошо держалось, крепилось, грунтовка идет. Все бетонные элементы проходятся, вот красно видно, это бетоноконтакт, да, это предварительно. Дальше отдельная работа ведется, это маячка, это лазерные уровни, выставление всех уголков. Дальше мы, допустим, здесь штукатурим под машинку, то есть у нас механизированная штукатурка, она нам позволяет равномерно, качественно выполнять все работы. Полы мы тоже выполняем именно с помощью машинной системы. Здесь дальше что у нас? Ребят, везде по ГОСТу российского производства электрика, медная, не Китай. Не Китай. Также вот под щиток выведено на каждом этаже, под щиток выведены все провода. С всеми автоматами, со всеми узорами. И то же самое на втором этаже, это более удобно, чтобы на каждом этаже была своя система. Где-то что-то выбили, подошел это. Ну, у нас, опять же, три фазы, 15 кВт, нету никаких там параллельных линий и так далее, под каждую розетку, под каждый выключатель идет свой провод, поэтому никогда у вас ничего не выбьет, здесь сделано все как положено. Лестница такого же плана, такого же образца, ну вот окна сейчас все заклеиваем, обязательно заклеиваем окна, продается специальная пленка, все это дело заклеивается, потом сняли, все чистенько. Вот здесь вот видно примыкающий уголок, который идет с резинкой и примыкает непосредственно к штукатурке он будет примыкать, вот, и здесь выведен угол ровный, соответственно, вот это тоже идет уголок с маяком, более плотный, более толстый, их выставили именно по лазерному уровню и дальше все это дело заштукатуривается. Так, модная лестница от Романа, напоминаю вам, господа, это винтовая, да? Да, но она полувинтовая. Полувинтовая бетонная лестница, напоминаем вам, что здесь будет стяжка, господа, поэтому первую ступеньку обязательно делайте побольше, на сколько, на пару сантиметров, да, Ром? 6-7 сантиметров обычно. 6-7 сантиметров. И вот здесь вот как раз наглядно видно, вот там она больше, а вот здесь делается меньше. То есть у нас сделается теплый пол на сгодке, потом зальется стяжка, вот она будет 6-7 сантиметров, меньше, тоже нежелательно делать для теплого пола. Это получается высота ступеньки стандарт какой? Идет 15-16 сантиметров. А там на 6-7 сантиметров будет первая. А здесь меньше. А здесь меньше, потому что здесь будет стяжечка сверху и получится. Вот такая вот история. Видите, здесь меньше, господа. Полувинтовая лестница, любимая Романа лестница. Но экономит пространство, на самом деле, она широкая, вот два Романа проходят здесь спокойно. Ну и красиво смотрится, когда здесь, естественно, будет ремонт, здесь будет свет, да. Да, и это будет все объединяться, два этажа будут сливаться, и уже это не просто унылое, что называется, подъем наверх, а уже можно сделать произведение искусства. С подсветочкой, да, красиво. Здесь пока все как бы грязно не убрано, мы ведем штукатурку второго санузла, вот, и как бы основные стены уже поштукатурены, все сохнет, у нас остались, грубо говоря, только отпуски. Обратите внимание, дорогие друзья, в зависимости 120 квадратных метров, 115, 150 квадратных метров или 200, планировка, в принципе, фактически одна и та же, да, Роман? Одна и та же получается, потому что, ну, это, я предела не придумал, это люди, что, ну, как бы, среднестатистическую семью мы берем, двое детей, мама любимая жены, это самое, и кухня-гостиная, соответственно, на каждом этаже свой санузел, вот, поэтому, как бы, мы вот под общий такой вот, не то, что стандарт, ну, как бы, да, один ребенок, одна комната лишняя тоже не будет. Пойдем, сходим на балкон, пока ребята не работают, мы их, естественно. Здравствуйте, ребята. Сейчас выйдем на балкон, ну, вот, и да, и вот, собственно говоря, третья комната, вся та же история, мы в движении. На балконе у нас тут, пожалуйста, тоже плиточка, поместится, собственно говоря, и столик, и пару стульчиков. О, Роман, а что ж ты не сказал сразу, что здесь такая шипкая, видно на море. Я не знаю, увидят сейчас, и зрители, так солнце светит. Слушай, ничего себе. Господа, здесь между... А, ну, вот, видно, шикарная, на самом деле, по сущеским меркам панорама на море. Место, господа, у этих домов, смотрите, тупиковое. Дальше лес пошел уже. То есть мы с вами здесь припарковались, здесь строится, я так понимаю, дом, да, Ром. Частный сектор, здесь у нас проезда нет, вот мы сколько здесь времени находимся уже, в течение 30 минут снимаем сюжет, и ни одной машины не проехало. Поэтому без проблем, здесь вы заехали, или припарковались еще вторая машина здесь, нет проблем, здесь бассейн. Вот все, что вы видите, включая, вот здесь получается, понимая, понятно, минимальные работы были под подпорным стенам, в зависимости, конечно, от того, какой у вас участок, может быть, у вас прям вот такой вот, господа, участок, тогда, конечно, подпорные стены придется влить, ну, достаточно куба у бетона, и смета может немножко измениться, но если участок более-менее такой, то мы готовы, как бы, вот, сделать. Вот здесь видно, какой был здесь рельеф, вот мы с вами наглядно видим, дорога, вот такой же был участок, вот такой здесь был участок. И вот все, что мы с ним сделали, абсолютно ровные, две площадки. И дальше у нас вот красота пошла, соответственно, в парк, да? Мы в Черновой зайдем? Да, да, конечно. Ну, пойдем сходим давай в Черновой сейчас, легкую паузу, что, покидаем эту обитель, причастовой за 24 миллиона покидаем, поговорим ему пока-пока, закрываем литочку, идем. Я напросился, говорю, Ром, давай в Черновой тоже зайдем, ну, чтобы было хоть какое-то понимание. Так, вот этот дом, да, вот уже, получается, им заканчивается и уже лес, да, у него? Да, это все нацпарк пошел, и вот вниз там уже ничего нету. Господа, не надо это опасаться, там, а то начнут и истерику нацпарк. Уже некоторые блогеры перестали нацпарком называть, слышишь, начали называть муниципальной землей. Нет, у нас это все ИЖС как положено, здесь никогда ни нацпарка, ничего не было. Здесь вот такой участок получается, дом смещен более внутрь. О, слушай, ну, тоже неплохой, еще остатки, я хочу сказать, в плане, вот, я имею в виду, вот здесь, конечно, вообще шикарно местечко под бассейн. Ну, вот под бассейн это место. И у него, получается, тоже вид, да, с балкона на море? У него вид с балкона, и с балкона, и с комнаты будет вид на море, потому что в ту сторону тоже, вон он вид, просматривается, море видно. Вот, то есть, грубо говоря, остается место под какой-то деревья в ряд посадить, здесь зона бассейна, всегда солнечно, всегда здесь, здесь очень солнечно, сухо, никаких вопросов. И фишечка в чем, там еще есть кусочек земли. Сейчас, извини, Ром, господа, я напоминаю вам, зрители, дорогие мои друзья, у нас есть точно такой же дом, пускай не 150 квадратных метров. Ром, я не помню, напомню, Набавяна, Набавяна, сказка, 100, ну, может быть, 115, да, 120 квадратных метров, ну, плюс-минус, такой же абсолютно дом, шикарный. Рома готова дать за 17500, у него есть этот дом, завтра я его поеду показывать, ко мне из Ростова приезжают, собственно, покупатели, я пойду пока, имейте в виду, что прям вот такой же, с фасадом, с всеми делами, красивый дом, еще у нас есть такой на продаже, он у меня есть ролики, кому надо, пишите в WhatsApp, я вам скидываю. Ты хотел бонус, да, показать, да, вот этот участок, он получается, уже огорожен, выровнен, и отдельно для него сделали. Это опять называется бонус, да? Ну, называется, да. Это межа между двумя участками? Вот, вот там уже участок пошел другой, ему заезд с той стороны, здесь вот, вот эта часть ровная, вот здесь еще участок, мы сделали калитку. Не подожила, это наш участок? Да, да, ну, все люди заходят, вот-вот есть, как бы, вот здесь еще. Я понял, вы просто не стали, грубо говоря, там делать, да? У нас не получалось подпорку, потому что некуда, вот этот был забор, там вот это все, мы вот эту часть засыпали, получается, вот сделали вот так. Но это же наш лосс, правильно? Да. Наш лосс, все. Так, а задумал, что будет, это подъезд с той стороны? Нет, это с той стороны заезд. Вот нижний участок, вот она вся зона, уже в свое время это все было заросшее, сейчас уже видно. Кто-то будет что-то строить, да? Да, ну, частные дома, частные дома, у них свой заезд, вот с той стороны есть, и с той стороны есть. А здесь получается пупик, вот на этом доме все заканчивается. Ну, господа, здесь можно какой-то сад посадить, какие-то плодовые просто сделать, ничего тут особо воротить, что тут просто садик плодовых. Здесь место конкретно, пар бассейн, я все-таки сейчас в ром схожу, посмотрю этот, еще немножко за домом. Ну, там, ну, там, в принципе, ничего нет, да? Ничего нету, да, потому что этот у нас сюда мы сместили, у нас солнце, получается, падает сюда, и этот дом. Сухой. Ну, и тот понравился, и этот понравился. Хорошо, давай, зайдем. Мы с тобой про фасад сказали, про крышу. Про фасад сказали, вот я говорил о том, что несколько вариантов предусмотрено кораеда. Вот это называется дождик, вот это называется барашек. Вот обычно... Вот это дождик, господа, понятно почему, да? А это барашек тоже понятно почему, да? Вот, можно и так, и так сделать, разные варианты. Барашек. Тебе какой будешь нравиться? Мне дождик нормальный. Да, нормальный дождик, он хорошо сидит. И барашек. А здесь такой же вот дом, но только без отделки и без перегородок. Да. То есть творить можно все, что угодно. Все, что хотите. Перегородки возводим. Заходите, гипсокартонов сделаем, но лучше из 12-го блока. Лучше сделать с блока, потому что гипсокартоновые перегородки, они, конечно, хороши в плане того, что они быстро делаются и гораздо дешевле. Но нужно учитывать, что на них стоят двери. И дверью раз хлопнул, два, пару лет похлопал, и потом все это... И потом делаешь из 12-го керамзина блока, да? Да, и потом делаешь. Господа, колонны здесь тоже, Ром, сколько, 9, нет? Везде на домах, вот мы смотрим, у нас на домах везде по 9 колонн, как бы вот он у нас, ригель между ними, связан крестом. И плюс по всему периметру это тоже идет ригель. Скрытые ригеля, 22 сантиметра примерно перекрытия. Здесь что-то вообще прям, может, не кажется? 22, где-то так, как я делаю. Да, перекрытие, причем, чтобы вы понимали, несмотря на то, что у нас односкатная крыша делается, да, там такое же перекрытие, господа. То есть без проблем. Вам нужна эксплуатированная кровля? Нет проблем. Делаем выход... Нужен еще один этаж, тоже нет проблем. Да, нужен еще один этаж, тоже нет проблем. Ну, вдруг у кого-то, так сказать, до 7. Ну, пойдем на второй этаж, все равно поднимемся. Вот оно видно по лестнице. Ну, видно. Ну, видно, что получается стандарт, ты сказал, 15, да? 15-16 обычно делается. Да, здесь как бы, ну, значительно видно, конечно. Ну, то есть и там мы оставляем место, чтобы потом тоже многие ошибаются, вот этот момент не выполняют, и потом просто некуда стяжку заливать, да. То есть вот это все зальется до самой двери. Да. Здесь у нас... Наоборот, меньше, видите. Здесь у нас тоже видно море. Давай, давай, посмотрим. Посмотрим. Скажем так, не видно море, а видно море. Да, да, да. Вот, море видно. Риалторы говорят, шикарная панорама на море. Я всегда говорю, как есть. Я говорю, ребята, немножко видно море. Да. Ну, слушайте, у меня из дома и того нет. Вот, здесь видно море, а с передней части уже, можно сказать, полноценный вид на море. Сейчас покажем. Слушай, мне нравятся, в принципе, эти окна. Не скажем так, понятно, что не алюминиевый профиль, но, по крайней мере, это хорошие пластиковые окна, это светоотражающие, да, не пропускающие профиаги. Светоотражающие, да, они уже с покрытием. Вот такое покрытие еще есть, допустим, под зеркало, а бронзовое, вот так у нас на овощном, уже таких покрытий нет. Это все импортное шло, уже получше это. Мы их ставим не первый год, хорошо себя идут. И фирма, которая ставит сколько надо, столько не будет приезжать их, если вдруг что-то там регулировать. Да, вопросов нет. Ну, слава богу, это очень важно для Сочи, что люди, знаешь, как не теряются. Нет, с одними и теми же работами здесь уже как бы хорошие рядовые. Если вот сейчас говорить географически, что буковое, что вот эти дома, мы находимся, вот если прямо в сторону моря едем, это прямо центр города, это прямо морпорт. Вот мы напротив морпорта. Сколько нам отсюда до моря? До моря, я скажу, до курортного проспекта мы сейчас поедем, можно засечь время. Я думаю, что минут 10 нам до курортного проспекта добираться, ну и, соответственно, и до моря минут 12, не больше. Господа, на балконах всегда нержавейка, вечная, вечная, нестираемая, нержавейшая нержавейка. Не надо ничего красить, не надо ничего делать. Ворота здесь тоже откатные, как бы сложные конструкции делаем. И мы делаем, да, еще тоже нужно обратить, допустим, иногда делаем, они у нас на подвесах висцят, иногда вот на уголках стоят, и делаем большую, чтобы любая техника грузовая могла заехать. Не вороться там, скажем, два с половиной метра, а именно полноценный четырех, четыре с половиной метра ворота. Вот. Все вывели под автоматику, все готово. Хорошо, подытожим. Спасибо. Так, дорогие друзья, и гости нашего канала. Подытожим, да? Я поехал, Даша, в окроте водичный домик такой обалденный стоит. Вроде в такое место заехал. Топяковое, красивые виды. Виден весь отсюда северный склон Бытхи. Красивый. Необычно. Вот бывает, едешь в районе, и кажется, что, ну, не может быть здесь так красиво и так далее, а в оконсоке подъезжаешь, и красиво. Давайте подытожим, а потом спокойно уже поеду, да? О чем эти ролики, да, которые мы снимаем вот с Ромой? Конечно же, это ролики не о продаже недвижимости, да? Но, в принципе, мы касаемся этой темы, то есть вы видите цены на дома, которые стоят на продаже, находятся, и они продаются периодически. Вот, есть более-менее хорошие цены на некоторые из этих домов, есть, скажем, ну, в рынке есть немножко завышенные цены, в большинстве этих домов, у большинства этих домов есть свой хозяин. То есть тот человек, инвестор, который в свое время вложил денежные средства, купил земельный участок, и после этого уже с помощью Ромы построил дом его команды и хочет сейчас получить прибыль. И вот, когда инвестор, я говорю еще раз, более-менее адекватный, меняемый, если вы относитесь к более-менее таким людям, рациональным, скажем, да, вы можете спокойно набирать, мы с вами выберем земельный участок, дальше, вот, как вы видели, дома в наших роликах, на 60 тысяч за метр квадратный. То есть, я считаю, что для продажи 120 квадратных метров дома более чем предостаточно. Более чем предостаточно, там также спокойно планируется на первом этаже кухня-гостиная, при необходимости кабинет и санузел, либо оставляем одним пространством кухню-гостиную и санузел, там, ванную, на втором этаже мы делаем три спальни и санузел, то есть, плюс-минус, нет разницы. Вот, 200 квадратных метров это или, да, конечно, это какой-то крутой дом 500 квадратных метров, 800 квадратных метров, там, да, там есть где разгуляться и что спланировать, какую-то виллу, и так далее, можно гостиничный дом сделать грамотным, но это отдельная история. Мы сейчас говорим про обычную планировку, мама, папа и двое детей, наверху три спальни с головой, внизу спальню, так сказать, гостевую, либо для тещи, либо кабинета. Вот, строительство такого дома, непосредственно, еще раз говорю, с окнами, с дверьми, 120 квадратных метров, обойдется вам в 7 миллионов 200 тысяч рублей, 60 тысяч за квадратный метр, 120 квадратных метров, за глаза нет, сделайте себе 200 квадратных метров, обойдется 12 миллионов рублей. Вот, и в любом случае, это строительство, это поэтапная оплата, это непосредственно договор, смета, акты о выполненных работах, естественно, это, ну, рационально. В том случае, допустим, если у вас нет сразу всей суммы, допустим, вы готовы купить земельный участок, но готовы сейчас сделать фундаментные работы, но не готовы дальше поднимать дом. Ну, короче, это можно делать поэтапно. Так же, как и, собственно, вопросы с ремонтом. Может быть, у вас нет сейчас денег на полностью весь ремонт, чистовой, с мебелью и так далее, техникой, но вы готовы сделать, допустим, предчистовой ремонт. Пожалуйста, 10 тысяч за метр квадратный. Обращайтесь, и все этапы, еще раз вам подтверждаю, будут, естественно, сниматься, докладываться вам о всех этапах произведенных работ, если вы вдруг дистанционно находитесь, потому что есть варианты квартир и домов, где делаются ремонты и строительства происходят дистанционно. Естественно, все этапы вы будете видеть без проблем. Если нужно, я как бы организую вам, поставлю там камеру, которая будет круглосуточно работать 24 часа в сутки, вы будете смотреть непосредственно за всеми этапами строительства, что происходит. И смотреть, и слушать, и слышать, что там происходит. В принципе, все, что хотел, я вам показал. Периодически будут такие рубрики, где-то будет идти планомерно запланировано те или иные ремонты работы, где-то будет строительство. Я буду, соответственно, вам все это дело показывать, потому что Рома уже больше 10 лет, насколько я знаю, что в районе 10 лет в Сочи и это грамотный специалист и я с огромным удовольствием буду соответственно вместе с ним сотрудничать и строить для вас дома и делать ремонты, все это освещать и все будет открыто максимально и прозрачно. Желаю вам счастья, здоровья, любви. Всех воскресенье обнимаю. Если у вас нет возможности построить дом, купить дом, купить квартиру, приезжайте просто в Сочи и отдыхайте. Я всегда на связи. По возможности где-то все равно можно пересечься, увидеться, поболтать, если в этом есть какая-то необходимость. Если у вас есть желание приобрести недвижимость, любую в городе Сочи, выбирайте объект, жилой комплекс, просто покажите мне объявление на Авито Циане. Любую недвижимость я вам сделаю цену дешевле. На 100 тысяч рублей, но дешевле. Если я не смогу этого сделать, отхожу в сторону и работайте с любым специалистом. Абсолютно по-любому, абсолютно по-любому объекту. Может быть девочки или мальчики хотите заниматься растяжкой, йогой, дыхательными практиками, выполнять всякие асаны, может быть хотите заниматься танцами, пожалуйста, Екатерине Андреевне к моей любимой жене. Номер телефона ее ватсаба указан в описании под этим роликом. Она с огромным удовольствием будет с вами заниматься онлайн, если вы находитесь в любой точке мира или оффлайн, если вы живете в Сочи, на всем нашем нескончаемом побережье, в Хосте, пожалуйста, студия, приходите, занимайтесь с ней. Все, я всегда на связи. Любые вопросы может быть кому-то актуально, чтобы поднимали какие-то темы отдельно интересные, какие-то истории там снимали, может быть куда-то съездить, какую-то достопримечательность, место какое-то. Пишите, с огромным удовольствием со временем выполнил вашу кровь. Все, поднимаю вас. Я на связи для вас всегда. 18 часов в сутки, оставшиеся 6 часов я сплю. Беспокойно, нервы, да? Нервы, господа, нервы. Это гонка, конечно, постоянно. Мы все хотим жить лучше, мы хотим что-то зарабатывать, мы хотим, чтобы дети ни в чем не нуждались, мы хотим, чтобы родители наши, у кого родители живы, чтобы ничего не нуждались, мы хотим всем помогать, мы хотим еще заниматься благотворительностью, хотим, чтобы дети наши ходили на секции, на плавание. У меня есть желание, чтобы дети занимались конным спортом, чтобы ходили на большой теннис, я сам хочу заниматься конным спортом, Но все это не хватает, к сожалению, двух вещей, времени и средств. Поэтому приходится много работать. Вы не берите пример с меня, пожалуйста, я плохой пример, не нужно ни по 18, ни по 16, я минимум 16 часов в сутки работаю, не нужно этого делать, я монтирую с утра до вечера, я снимаю с утра до вечера, я настрою с утра до вечера. Многие люди смотрят меня и говорят, когда ты все успеваешь, ты везде. Ты в инстаграме, ты в ВК, ты в телеграм-канале, ты в одноклассниках, ты в ватсаби, ты в ютубе на нескольких каналах, ты там, ты сям, а я им говорю, я ничего не успеваю. Ничего. Если у вас есть, вы можете не работать, у вас не дал Господь Бог, он такой возможность, может быть у кого-то наследство, кто-то много денег заработал, у кого-то успешный был бизнес. Ну, в общем, не без значения, если вы обеспеченный человек, не работаете. Просто живите, отдыхайте. Столько возможностей в жизни, чтобы, ну, чем заниматься, рисовать, вообще сыграть на фортепиано, конный спорт, большой теннис, ну, лыжи, господи, да все что угодно, сноуборд. Ой, столько всего. Вот мне столько, чем хочется заняться. Вы даже себе не представляете. Кстати, вот растет лаврушка, прямо вот можно остановиться, вот у забора просто на чьей территории, на улице растет лаврушка. Можно нарвать себе лаврушки и не покупать. В Сочи есть вот такое, растет хурмара, растет лаврушка и так далее. Я на связи. Всех благ. Берегите себя, родных и близких. Пока, семья. Пока.